Ну, это еще было маленькое. Я даже сейчас не помню, сколько лет было. Это еще на материке. Елка, вот Новый год. И нас всех увезут, куда-то увозили на машину. Куда-то, даже сейчас не помню. Оттуда потом приезжаем, смотрю, у нас снова эта елка шикарная стоит в зале. Игрушек много, детишки много. Все играет, развлекается. Подарки у нас, всякие конфеты там, всякие коробки. Игрушек много. Вот это я помню хорошо. На Карамыслах воду таскали. Сейчас Мария Алексеевна живет в Артаямске. Мы с ней таскали воду с колодца, поле капусту поливали. Колхоз-то тогда был большой. Все выращивали, картошку и капусту. Еленеводство было, рыболовство. Весной картошку посадили, поехали на рыбалку. Рыбы наловили. Потом на сенокоз отправляли всех колхозников. Все заготавливали для коров, для лошадей. Лошадей-то было много. Машин-то не было. И вот на сенокозе тоже трех коров держали. Я там доила этих коров. С утра пораньше вставала, подоила. А потом, после дойки, опять-таки лошадь запрягала. Волокушу. На коровники доярками тоже. Сами навоз вывозили на лошадях на поле. Там в колхозе раньше, в лесопромхоз еще был. Ну, конский навоз сами долбили и на поле возили. Все сами делали. Девчушки молодые, по 14-15 лет возили на поле. Ну, в то время там, я еще ребенок был, пацан. Там в то время грузили японские пароходы. Лесом грузили. И отправляли в Японию. Ну, отец работал, значит, это. К ручкам. Ну, там пробыли мы недолго. Жили в бараках, конечно. В нужде, в тесноте, в холоде, в голоде. В 30-е годы. Я родилась в Тахтаямске. Только началась война в 41-м году, в августе. Через месяц мать пошла на работу. Тогда, после родовых, как недавно было, не было, сразу отправляли на работу. Как Дома Григорьевна говорит, наши родители работали в колхозе. В то время, ну, такой очень строгий был режим, чтобы на работу не опаздывать. Зимой, вот, допустим, они пилили дрова. Говорит, приходил до 7 километров от поселка, надо было идти по бездорожью. А вот там, после пурги особенно, вот придешь, бригадир уже сидит, что-то там на 5 минут опоздал. Это было уже, вроде как, нарушение трудового, наверное, законодательства или чего-ли. На строе Володя говорит, Краев, Володя. И я вот с Ровеном поехал в Северенске. Значит, я начал свою работу в Северенске на рыбозаводе. Вот, оттуда нас переправили в Адум, где горячие ключи, тоже на рыбозавод. И в 64-м году работал на Становневоде, а в 64-м году бывал уже на судне. Когда кулажка, покончик, я у него работал 4 года. В 50-м году я уже уехала в Хабаровск, уже взрослого, лет мне было тогда 20, наверное. Я уехала в Хабаровск, с подругой мы уехали в Хабаровск. Там, значит, устроились на работу, там поработали. Вот работала там 7 лет, оттуда я приехала сюда, значит. Здесь, значит, работала в парикмахерской, уже много, лет 30-40 проработала. Вышла здесь замуж, родила двух детей, сына и дочь, дочь моя, Елена Андреевна. Вот, ну и так вот и живу здесь сколько лет уже, уже мне 77 лет. Вот, в 31-м, вру, в 2-м, перебрались пониже, к Николаевску, вниз по Амуру. Перебрались сюда, в колхоз, Раболаевский колхоз. Ну и там отец работал, работал, значит, до готовки рыбодобычи. Ну я уже пошел в школу, конечно. Вот, и пробовал, я там, пробовали, ну как сказать. Ну, окончил там 4 класса школы, дальше школы не было. Нас прибросили в интернат, поселок Мага. Вот, там я окончил 6 классов. Продолжение следует...